как оптимально начать игру в бикинграйз на что обратить внимание чтобы ваша прокачка ваше развитие было планомерным малозатратным и не таким вот как бы нервно не определенным поговорим сегодня об этом видео поехали ребята смотрите самые главные моменты которые следует обратить внимание я расскажу вам по шагам чтобы примерно себе поняли первое вы должны определиться играть или не играть раз посмотреть видео посмотреть какие-то гайды по игре послушать мнение игроков и тогда уже принимать решение будете ли вы играть или нет игра имеет несколько вариантов развития как донатный так и не донатный как и мало донатный поэтому то что вы увидите в игре вы должны для себя прежде всего и взять поэтому это первый пункт играть или не играть нужно сделать вот такое определение второе нужно пройти по ссылке в описании к видео и по крайней мере пока эта игра не находит находится по данной ссылке русифицированная можете подписаться сразу на канал в телеграме и скачать для того чтобы быть в курсе всех событий и и скачать замечательную игру на русском языке это второе треть что вы должны решить для себя в каком клане и с кем вы собираетесь играть для этого провести лучшие переговоры заранее ну примерно прикинуть всего чего-то как-то там с кем как зачем и почем и для какой цели потому что в любой игре коллектив это прежде всего зарегистрироваться перейти сделать необходимые первые шаги пройти обучение и взойти в очаровательный мир игры викинг райси пацан к успеху шоу не получилось не фартанула после этого вам нужно прежде всего первое примкнуть какому-то альянсу клану в первую очередь племени то есть по любому вам придется это делать объясню почему потому что если у вас будет вы будете играть один ваша скорость развития будет крайне медленной объясняю потому что каждое строение которое вы здесь делаете требует определенных затрат и ускоров ну например вот вы строите смотрите вот боевой зал мы начинаем строить боевой зал вот так мы бежит бежит там какая-то боевая строительница и начинает строить боевой зал построили 1 продолжаем строить второй уровень поднимаем 1 2 но у меня здесь время есть волшебная строителька которая строит очень быстро да давайте требуется зал племени вот такого уровня 1 строится давайте зал племени еще раз ну этого делать лучше не надо а выполнять определенные задания но тем не менее мы все равно это сделать смотрите я нажимаю ручки и мои сокланы мои соплеменники начинают мне усиленно помогать и прожимать ручки даже если я этого не просил поэтому это будет существенно сокращать время постройки видите как быстро мы это дело все построили продолжаем здесь будет уже подольше мы опять нажимаем обучение опять нажимаем ручки вот почему клан крайне важен племя извините здесь это называется вот наверное вот так вот поэтому видите они сейчас срезали очень существенно ветер помог здание улучшить четыре из девяти вот пошла история вот легенда помог спасибо добрый человек джонни спасибо низкий поклон до земли кухна ведь и все они и вообще вообще молодцы и начинают прожимать ручки и это помогает большое дает большой бонус строительстве как только вы построите определенное количество зданий построить и вот этот чудесный чудесная орлиное гнездо и выпустите орлов за изучением окружающей среды вот они тут где-то вот летают птица говорун отличается умом и сообразительностью усиленно изучают окружающий мир вот он полетел куда полетел сюда лютюблю вот они летят изучают и открывают карту вам будут открываться различные способы различные задания которые вам дадут офигительный бустинг по развитию ребята если вы думаете что вы будете это я нажал ручку помощи тут везде взаимовыручка и взаимопомощь если вы думаете что как бы в одного играть в командную игру это не получится это к сожалению не получится естественно вы открываете задание задание здесь появляется несказанное количество но хочу обратить ваше внимание важнее всего важнее всего это выполнение выполнение ваших вот заданий которые идут по главам ребятки это очень очень важно это очень важно это главы миссии то есть вывод проходите их и постепенно уничтожьте первый а этот самый короче жертвенный алтарь выполняете ваше задание согласно согласно купленных билетов значит создать я потом расскажу как это делается по войскам как делать правильно но пока у нас сейчас такая тематика мы идем уничтожать жертвенный алтарь и за выполнение вот этих заданий у вас будет идти а пока мы там придем я вам покажу вот эти задания вот эти задания вы также сама можете брать из них будет вылетать целая гора всего всего то есть ну выполняя задание непосредственно вы будете получать тот профит который вам нужен бездонатная будет бездонатная относительно ну на первых порах точно это будет игра давайте я вам покажу насколько фееричные происходят здесь бои побежали побежали мочилова мочила вот жизни вот жизни их нее вот жизни нашего и вот пошло жертвенному алтарю приснился румяный жертвенный кирдык и сия пучина поглотила и я в один момент в общем все умерли все мы получили таратара ну вы видите все здесь по отчетам это все красивенько благородненько наши люди пленены таинственной силой жертвенный камень что скажешь вокруг жертвенного камня злая аура короче уничтожьте жертвенный камень на кирдык тебе и как даст он ему жертвенному камню по этому самому по причинному месту тоже заключена статуя один они филунги не не флунги блин питают силы только так только орден короче мы молодцы вот это вот мы сделали желает рабочий присоединиться кто ж ему откажет в этом его желание он к нам присоединился и автоматически за прохождение заданий у вас еще приходят здесь в событийных вы получаете за это плюшечки обязательно собирайте все плюшки которые у нас здесь подсвечен к какие бы они ни были тут все ребята за каждое действие происходит здесь начисление вот таких ништячков зашли исполнили видите давно не заходил расширили зашли 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 то есть отслеживайте светящиеся моменты и выполнять его от уничтожьте 1 1 глава 19 9 из 9 заданий выполнены вот эта штука сразу вам выполнится в общем я рекомендую первое время выполнять задание в хорошем большом прокате мы стали намного сильнее благодаря наемникам терять и бдительность нужно больше войск нужно выступить тара 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 это 13 глава я уже это сделаю делал и поэтому они ну то есть немножко сделал наперед и поэтому они автоматически уже зачались в выполнении поэтому мы смотрим здесь осталось два захватить часовню и починить гавань гавань золотого озера пока я это делать не буду а могу с удовольствием с удовольствием где мои ребятки надо и надо их вернуть на родину предков с удовольствием здесь у нас появилась очередь строительства появилась очередь вот ищите кстати таких драгоценных ребятуль так сейчас минутку я сейчас вернусь так появилась у нас следующая локация доступны тара тара получены сокровища в общем выполнение заданий дает вам просто кучу ништяков давайте я вам покажу как вот эти задания решают проблему вот к примеру вы можете выбирать по уровню угрозы да вот это победить войска не флунга не 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 филунга да ну давайте посмотрим здесь видите показатель пишется уверенная победа поэтому выполняет данное задание мы не сильно рискуем а просто это же задание на карте здесь могут быть вообще совсем смешные задания давайте вам сейчас покажу вот здесь отчет лагеря вот здесь нужно будет просто разведать сейчас тоже обратите внимание насколько хорошо вот эти задания вам будут приносить эффект можете просто прокладывать можете здесь выбрать или увеличить войска и фактически вам затраты на войска ну просто будут не нужны здесь просто посетить видите опять рядовые или еду смотрите у себя есть еда или нет берете берем и допустим берем рядовых что пусть здесь нужно так же само расследовать здесь за какое-то время это все происходит здесь опять же вот вот так проходя от задание к заданию ребятулечки вы будете набирать себе ресурсы и вот стрелки зачем их и строить если их можно просто за на нанять вообще не парясь особо пока мне еда не нужна продолжаем выполнять задание продолжаем выполнять задание вот камень в здесь всегда мне в необходимости поэтому я его прохожу вот так вот так ребята карта континента ну давайте я возьму стрелков войск нет он лучше бы наверно взять было карту континента так и здесь вот так вот так вот так шаг за шагом вы проходите постепенно качаясь и получая ресурсы ребятули и таким образом вы будете становиться сильнее поэтому еще раз подведу итог для того чтобы начать в начале игры а нет подождите минутку скажу и конечно же параллельно развиваете ставьте здание которые только можно поставить которые здесь необходимые соответствуют вашему уровню и прокачивайте ваши навыки играть слабыми войсками это очень очень неправильно может быть потому что у нас нет другого выхода вот такой вывод теперь окончательно хочу вам сделать значит ищите клан регистрируйтесь ищите клан определяйтесь с кем играете как играетесь какую стратегию и выполняйте задание поэтапно выполняйте все квесты и определили уделите внимание большое это выполнению заданий не сворачивайте на первых этапов ни в какие стороны не начинайте лупиться с кем-то попало вам это будет крайне крайне чревато просто не спеша и полномерно развивайте свой город и тогда будет вам вселенское счастье но это не точно ну еще самое главное подпишитесь на канал мастер викинг задать умные вопросы и возможно вы получите неплохие советы да прибудет с вами силам с вами я мастер мастер чтобы не потерпеть и Субтитры сделал DimaTorzok